В Китае 29 марта правозащитная организация Chinese Urgent Action Working Group опубликовала отчёт под названием «Создавая видимость благополучия». В нём подчёркивается проблема несоблюдения права собственности гарантированного Конституцией КНР. Сотни столкновений в год происходят между китайскими землевладельцами с одной стороны и партийными чиновниками и застройщиками с другой. Последние пытаются завладеть собственностью людей путём мошенничества, а когда не получается, то отбирают силой. В отчёте правозащитников говорится, цитата, «это способствует росту числа случаев нарушения права собственности. Главным образом, принудительное выселение и снос зданий – одна из основных причин нестабильного положения в Китае на сегодняшний день». Многие пекинцы потеряли жильё из-за строительства олимпийских объектов. В Шанхае также снесли дома людей, чтобы освободить территорию для Всемирной выставки. Земельные участки сельских жителей захватывают под строительство электростанций. Во всех этих случаях китайские граждане столкнулись с тем, что им практически не позволено обращаться в суд. Чиновники и застройщики заявляют, что увеличивают компенсацию за имущество. Однако крестьяне говорят, что им предлагают ничтожную сумму и принуждают отказаться от своей земли. Лидеры китайской компартии приняли в январе новый проект, регулирующий вопросы по выселению. Однако Chinese Surgeon Action Working Group открыто ставит под сомнение разработанные нормы. Правозащитники предупреждают, если китайские граждане не будут защищены от принудительного выселения, то «степень насильственных конфликтов, несомненно, будет возрастать».